В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И традиционно раз в месяц мы встречаемся в этой студии с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие, на наш взгляд, городские события. Петр, привет! Здравствуй, Лида! Предлагаю в этот раз вновь обратиться к теме благоустройства города и на этот раз поговорить о преображении левого берега Сатиса. Именно за эту территорию проголосовали саровчане, чтобы концепцию благоустройства ее выставить на конкурс «Малые города России». Малые города России, да-да-да. Да. И вот в каком ключе я хочу с тобой эту тему обсудить. Там три территории претендовали. Из них площадь у городской администрации, территория рядом с лыжной базой и вот, собственно, левый берег Сатиса. На мой взгляд, субъективный, левый берег Сатиса достаточно благоустроен. Вот есть там прогулочная дорожка, тропинка, скамеечки хорошие, свет. Чтобы еще туда добавить, я бы лично, например, площадь благоустроила. Но саровчане решили иначе. Ну, ты, в общем-то, все рассказала. Я думаю, уже больше мне не о чем поговорить. Давай для начала, наверное, определим, что это такой левый берег Сатиса. Потому что вот даже у меня возник вопрос, а что же это за территория? Ну, то есть, где, какая часть левого берега Сатиса от, я не знаю, там, от ключей... Я так понимаю, что речь идет от моста Маслихинского? Нет, ну, смотри, Сатис-то у нас длинный. Длинный. Ну, получается, да, до моста строителя Захарова улицы, да, то есть, это вот вся территория, дом ученых, частный сектор. Ну, вот это продолжение, да, продолжение того благоустройства, которое было уже начато. То есть, вот это, как нам объяснили в администрации, первый этап, это была как раз прогулочная зона скамеечки освещения. И вот второй этап благоустройства, это идея податься на конкурс с малых городов. Ну, первый главный вопрос, наверное, который я задаю в этой истории и себе, и тем, кто, как бы, эту идею предложил и продвигает, это все-таки, а какую проблему мы там решаем. То есть, с моей точки зрения, проблем у этой территории, наверное, нет. Вот, с точки зрения того, что, да, есть прогулочная зона, да, там асфальтированная дорожка. Есть, где погулять, да, отдохнуть в тишине. Население там, не шибко большой, густонаселенный район, это все-таки, там, будем говорить, частный сектор, да, исторической застройки. Мы говорим о прогулочных зонах все-таки, о зонах отдыха. Ну, понимаешь, вопрос, вот, там сосновый бор, да, там, по сути, лес, да, вот, что ты с этим лесом будешь делать, и насколько он востребован у горожан, ну, с точки зрения, вот, именно, вот, там, прийти туда и погулять. Слушай, горожане же за эту территорию проголосовали. Смотри, с моей точки зрения, лыжная база более актуальна в этой истории, потому что есть предложения там и по пешеходному мосту, переходу от территории, вот, за Маслихой, да, вот, там, там же тоже есть еще и ключи, да, недавно построены. Соответственно, там есть и лыжные маршруты, связанные с лыжной базой. Мне кажется, что нужно площадь благоустраивать, потому что оттуда даже Ленин сбежал, я извиняюсь. Ну, да, Ленин, кстати, сбежал. Ну, что-то давно он уже сбежал, если никак не вернется. Было бы логично благоустраивать площадь, может быть, решить судьбу вот этого постамента, на котором сейчас никто не стоит. Возможно, его убрать, вернуть туда Ленина или поставить кого-то другого. Так или иначе, выбрали левый берег Сатиса, и это решение горожан. И, на твой взгляд, что бы там могло появиться? Потому что предложения ждут именно от горожан, и горожане должны вот этих идей накидать, прежде чем концепция конкурсной заявки родиться. Ну, что там может быть? Дополнительные прогулочные тропинки, расширить вот эту вот прогулочную сеть тропинок. Как углубить ее в лес? Первое, наверное, над чем я чисто технически задумывался, это ее связанность. Да, ну, связанность этой территории с другими объектами вокруг. Например, с правым берегом, на котором находится там напротив парк Зернова. Как осуществляется связь пешеходная, да, насколько она проработана и удобно, да, доступ получить с правого берега на левый. Вот, висячий мост. Да, то есть в том числе висячий мост. Вот, но он, кстати говоря, за пределами этого благоустройства находится. Но висячий мост ведет на заливной луг, да, на территорию заливного луга. Вопрос. А можем ли мы облагоустраивать заливной луг? Вот, то есть смотри, в любом случае благоустраивать заливной луг будут, да, вопрос, какая концепция у него будет. Это же там какой-то памятник природный и так далее, но тем не менее все изменения уже внесены. То есть в нем будут разрешены те типы работ, которые предполагается сделать, да, с точки зрения благоустройства. Да, ну да, с сохранением, может быть, какого-то природного ландшафта, то есть не застройка территории, понятно, но благоустройство, скорее всего, там уже разрешено. Вопрос только проекта, да, и вопрос связности. То есть вот этой территории за авангардом, да, за домом ученых с, например, будущим благоустройством заливного луга. Связанности с противоположным берегом, да, и все это перетекание потоков там, в том числе связанность с висячим мостом. То есть вот это первое, да, чтобы в концепции нужно это действительно детально, технически проработать. То есть такая концепция на перспективу. Мы сейчас этот участок благоустраиваем, но в перспективе он должен развиваться дальше. Да, и причем это должна быть практически безбарьерная среда. Да, то есть вот та эстакада, которую вот надстроили, да, для того, чтобы попасть на дорогу и мост Захарова, ну, это немножко неудобно им, с моей точки зрения, им пользоваться. Возможно, нужно делать проходы под мостом, вот, то есть как-то это технически решать, эти вопросы. Дальше вопрос в том, что там не нужно делать какой-то парк, ну, оно подобен, например, парк Сосина, да, или парк Зернова там с аттракционами и так далее. Ну, парк Зернов через речку, грубо говоря. Да, то есть, ну, ты должен иметь туда доступ быстрый, да, условно говоря, ты вышел вот на эту территорию, можешь с нее переместиться на парк Зернова или обратно, да, то есть выйти из шумного там парка Зернова с аттракционами и перейти в более тихое и экологичное место. То есть, по большому счету, это должна быть некая там эко-территория, да, вот Сосновый Бор, эко-тропинки. И вопрос, сколько людей там проголосовало за этот проект. Я знаю, что отставание площади от этого проекта 78 голосов. Ну, а я слышал, что всего вообще 900 голосов было в этом голосовании, принимало участие, поэтому если три проекта, то есть, ну, если они примерно одинаковое количество бы получили, то есть по 300 голосов, то есть, ну, можем говорить, что где-то 300-400 человек решили судьбу этого голосования. Ну, это опять вопрос к активности. Это вопрос к активности. Об этом голосовании знали все. Мы не единожды об этом говорили. Другие СМИ, какие-то интернет-площадки, об этом голосовании сообщалось. И если люди не активны, то получается то, что получается. Да, и потом, понимаете, территория – это 11 гектар, да, это действительно большая территория, и я боюсь, что слишком много денег нам на нее не дадут. Продолжу тему с идеями, да, что можно предложить. Например, возьмем опыт Казани. Там тоже есть некий лес, я не помню даже его название, но в названии фигурирует слово «лес». Какой-то там лес. И вот они его благоустроили, и через весь этот лес, петля идет, велодорожка, по которой могут ездить велосипедисты, вот эти вот штуки, как их называют? Самокаты, да. Еще какие-то средства индивидуальной мобильности. Там есть кафешка, где продают чай и кофе, там есть веранда с качелями, вот с этими скамеечками, качелями. И куча вот этих вот всяких тропиночек от этой магистрали велосипедной отходят. Есть зона с песком, вот огромная просто песочница, где могут дети поменьше гулять, там какие-то паутинки вот эти. И все это на огромной территории леса, то есть там достаточно тихо, и люди, прокат опять-таки велосипедов, самокатов, то есть люди, они могут через лес покататься на самокате, дети могут в этой большой песочнице покопаться там, те, кто просто хотят в тишине погулять, они берут чай себе и по этим тропиночкам ходят. И вот мне кажется, какая-то приблизительно такая концепция, она, наверное, была бы уместна. Вот вопрос, что вокруг этого леса в Казани, если это действительно там, вокруг острова... Вокруг него город. Вокруг него город, понимаешь, если он находится в какой-то географическом центре... Ну, это прям недалеко от Меги. Да, и вокруг него действительно густонаселенный там квартирными домами район, то да. Но, понимаешь, в нашем случае это место, где не проживает достаточно большое количество людей, более того, от больших районов, микрорайонов он достаточно удален. В этот лес приезжают жители города и гости со всей Казани, потому что это возможность, как минимум, взять в аренду самокат, велосипед и покататься по этому лесу. В Сарове где такие территории, где можно просто покататься на самокате или на велосипеде? Нет, слушай, тогда давай будем говорить вообще к тому, что у нас река становится центром города. Да, центром притяжения саровчан, да. И его набережные, набережные Сатиса, должны быть протяженностью от моста на Харитона до плотины. И вот тогда действительно имеет смысл говорить про какой-то прокат, про какие-то зоны отдыха с точки зрения того, что здесь у тебя тихоэкологическая зона лес, дальше у тебя какая-то территория детского, младшего отдыха, дальше у тебя прогулочные различные зоны с какими-то кафешками и так далее. Но понимаешь, это опять же вопрос системности подхода к этому вопросу. То есть кто на каком участке, что делает и как благоустраивает. Вот у нас уже ездили по левому берегу, дальше туда, к сторону понтонного моста, уже есть тоже набережная. Вот, то есть насколько она будет связана с этой набережной, да, с этим участком благоустройства. Когда будет благоустраиваться заливной луг? Будет ли эта связанность продолжена? То есть на самом деле вот такой подход, с моей точки зрения, именно эта идея должна лечь в основу, что вот река – центр жизни, центр нашего города. И по сути она разделяет город на две половины. Ну класс, мы вообще сейчас, по-моему, с тобой родили концепцию. А я хочу напомнить, дорогие зрители, что у вас есть возможность повлиять на то, как будет меняться город, как будут меняться вот эти территории для отдыха. Не будьте равнодушными, не игнорируйте вот все эти опросы, принимайте участие. Сейчас, напомню, администрация города принимает предложение от горожан, что может появиться на левом берегу реки Сатис. Если у вас есть идеи, если у вас есть пожелания, просто обращайтесь в администрацию. Эти пожелания там оставляйте, и я думаю, их обязательно учтут. Я думаю, что их учтут, конечно. Продолжим в какой-то мере тему благоустройства, а именно тему велодвижения в Сарове. Я знаю, что не единожды эта тема поднималась на заседаниях комитетов городской думы. И я думаю, депутаты к ней вновь вернутся в связи с изменениями в правилах дорожного движения. Я знаю, что вот средства индивидуальной мобильности, о которых мы сегодня с тобой уже говорили, какой-то получили особый статус, и теперь ограничения у водителей самокатов, велосипедов, гироскутеров, нет, гироскутеров, да, вот этих колес, каких-то моноколес, какие-то ограничения на этих людей накладываются. Вот давай поговорим об этом вначале, напомним зрителям, какие ограничения, какие правила они должны соблюдать. Средства индивидуальной мобильности, которые так называемые СИМ, это вес до 35 килограмм самого вот этого транспортного средства. Понятно, что не водители. Да, да. И максимальная скорость движения 25 километров в час. И ездить он не по дороге может. Да, то есть смотри, в такой ситуации это все равно транспортное средство, я все равно водитель этого транспортного средства, но на этом транспортном средстве я имею право передвигаться и по пешеходным тротуарам, по велодорожкам, но не по дорогам общего, ну, в принципе, и по дорогам общего пользования, как и велосипедисты, да, но не далее там одного метра от края проезжей части. Вот, ну, например, у меня в инструкции по эксплуатации к самокату написано, что мне категорически запрещено выезжать на проезжую часть. Да, ну, я вот сейчас сам, честно, не поеду, страшно. А мне, например, страшно от этих водителей самокатов, когда ты идешь по тротуарам, и они несутся, ну, как-то жутковато. Поэтому, конечно, да, использование такого средства индивидуального мобильства, как электросамокаты или особенно моноколесо, а моноколесо гораздо быстрее, чем электросамокаты, я вам хочу сказать, и, наверное, в каком смысле даже опаснее. Ну, не знаю, мне так кажется. Я на нем так и не научился ездить, к сожалению. Проблемы с равновесием? Да, я не понимаю, как он работает. Вот. Хотя мне пытались научиться, но я не понял. Действительно, это очень опасное и травмоопасное средство передвижения. И всегда нужно думать не только о своей безопасности, да, на нем передвигаясь, но и о безопасности окружающих. Потому что ситуации, ну, вот за мой опыт, возникали совершенно разные. Это вплоть начиная от того, что маленькие дети по тротуару бегают, ну, вот как им захочется, да, и нельзя, там, двигаясь на максимальной скорости, пренебрегать тем, что ребенок буквально в доле секунды может поменять направление своего движения поперек руку. Да, 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 на них траектории не предсказывают. Опять же, да, выезды из дворов. То есть у нас вот некоторые, в Старый районе особенно, выезды из дворов организованы так, что ты слепой выезд, ты не видишь, кто оттуда выезжает, да, вот двигаясь вдоль Старого района, там заборчики, обычно кинь-кустарник растет, ты по шину просто не видишь, она внезапно появляется перед тобой. Поэтому, конечно, все это связано с безопасностью, в первую очередь. Но вот все, что больше тех параметров, о которых мы говорим, это уже все, движение только по проезжей части, все правила для велосипедистов, вот для них включаются. И вот теперь как раз возвращаемся к теме создания сети велодорожек. Ну, ты знаешь, да, вот мы немножко так подшучивали, что вроде как там в январе или в декабре задумались о велодвижении в городе, да, когда на улице снег. На самом деле, вот мы уже там до 1 марта дожили, да, и у нас ввелось вот это понятие средств индивидуальной мобильности. На самом деле вопрос, назревшись, с моей точки зрения, ну, надо оценить наш город с точки зрения потенциала велосипедного движения. Даже не столько, знаете, как развлечение, да, а с точки зрения именно вот передвижения, там, поездка на работу, поездка, там, просто прогулка, да, по городу. Опять же, то, что мы говорим про благоустройство, да, различные веломаршруты связаны с новыми территориями, которые вовлекаются, да, вот, скажем так, в благоустройство, да, хотя вот, опять же, выделение полосы для движения велосипедов, ну, начинает вызывать конфликтные ситуации, будет вызывать, очевидно, потому что велодорожку где нарисуют правильно? На тротуаре, да, пешеходы, ну, никогда не воспримут там это поражение себя в правах на пешеходном тротуаре, хотя вот, например, я люблю приводить, в пример, Геленджик, да, и любой другой город, где есть длинная набережная, да, и там выделена полоса для движения велосипедов, вот, ну, там закон, то есть нельзя выходить на эту желтую полосу для велодвижения, и я его за, там, один день усвоил, да, когда меня один раз чуть на этой велосипедной дорожке не сбили, да, я понял, что да, теперь это просто проезжая часть, на которой я, как пешеход, не должен находиться. Ну, на самом деле, это же в том числе и вопрос безопасности пешеходов, и пешеходы, может быть, поворчат-поворчат, но с этим смирятся, потому что мне уж проще по более узкому тротуару идти и знать, что на меня никто не наедет, чем идти по широкому тротуару и укрываться от виляющих вот этих вот самокатистов, или как вы называетесь, велосипедистов, да. Вот, потому что дети, там, до 14 лет, по-моему, или до 12 лет, они должны передвигаться только по тротуарам в сопровождении взрослых, вот, значит, и взрослый человек едет с ребенком, тот на своем велосипеде, взрослый за ним на своем, вот. И, на самом деле... Ну, кстати, не только у нас велосипедисты вот так вот ездят, у нас и пешеходы любят в абсолютно рандомную траекторию пути простраивать, и велосипедист не может сориентироваться, куда он сейчас повернет. Ну, вот, как раз об этом-то и идет речь, что должна быть нормальная сеть, понимаемые, понятные маршруты, да, наиболее часто используемые, там, для отдыха, для поездки на работу, например, да, ну, вот, например, проспект, улица Московская, проспект Музруково, да, вот, если мы говорим из нового района, там, со стороны Московская, Раменская, Березовая, вот, из этого кластера больших домов, например, там, до той же улицы Юности, да, доехать, например, до Первого завода, вот. То есть, там огромный широченный тротуар, да, ну, много лестничных сходов, много перекрестков с автомобильными дорогами, то есть, как правильно организовать сеть, да, какие правильно нанести разметки, знаки, работу светофоров организовать, опять же, да, чтобы люди могли воспользоваться не личным автотранспортом, например, в летнее время, да, а могли сесть на велосипед и спокойно за 10 минут с ветерком доехать, там, до работы. Вот, примерно так. И, кстати, вот это летнее время, так называемое, когда можно пересесть на велосипед, но не настолько короткое, как может показаться, потому что уже в апреле сходит снег, апрель и сентябрь при благополучных погодных условиях, они, которые достаточно часто бывают, до середины, а порой и до конца октября можно кататься. Да, на самом деле, я тебе больше скажу, велодвижение не прекращается ни на одну минуту, у нас по городу, ну... Ну, это уже единичные экстремалы. Ну, экстремалы, но тем не менее, да, даже вот после этого, сильного снегопада, я иду по нечищенной дорожке и вижу следы велосипеда в снегу, вот в таком. Понимаешь, то есть человек явно выбирает велосипед в пользу передвижения, даже в сложные погодные условия после синего снегопада. Насколько я помню, при городской думе была создана межведомственная рабочая группа, куда хотели пригласить и сотрудников ГИБДД, и сотрудников НЕФ, чтобы как-то рассмотреть развитие, создание этой велодорожной сети? Ну, я скажу тебе, что я там как рядовой участник, да, в этой рабочей группе, вот просто вот, ну, свои предложения высказываю. Но я хотела спросить вообще о перспективах работы в этой рабочей группе. Вот насколько я знаю, уже сейчас проведена работа с общественностью, то есть это и молодежная палата провела свою работу при городской думе, проведен достаточно серьезный опрос общественного мнения, именно как, кто и куда и когда использует велосипед или там электросамокат, да, для каких поездок и насколько часто. Также, значит, учебные заведения привлекаются к этой работе. И я думаю, что сейчас мы будем все предложения аккумулировать, да, и тут действительно потребуется анализ. Возможно, даже нужно привлекать специалистов. То есть есть примеры в городах, в небольших моногородах, да, где была создана действительно уникальная и мощная велосипедная дорожная сеть, которая, ну, просто вот, там, практически Голландия, будем говорить, так, где вот велосипедное движение – это чуть ли не второе автомобильное движение. Но перспективы есть у нас? Я думаю, что да, в любом случае тема эта правильная, нужная и актуальная. Самое интересное, что у нас оказывается действительно очень много любителей велосипедов и велосипедистов. Посмотрите на наши подъезды, сколько там стоит, паркуется велосипедов. То есть, ну, ни один, ни два в семье точно, ну, можно сказать, что да, есть. Ну, у меня два велосипеда, самокат. Слушай, три велосипеда, еще и у дочки же велосипед есть. Так что, ну, еще и электросамокат. Все так или иначе используют велосипед, ну, либо для отдыха, либо действительно с какой-то практической целью просто передвижения. И еще о приятных новостях. Наша хоккейная команда «Саров» вышла в плей-офф абсолютным лидером. «Саров» подтвердил, да, свои чемпионские амбиции, свой статус чемпиона области. Приятно это, конечно, что ребята показывают порой очень фееричную игру и прям красивую игру. И действительно, да, в рамках регулярного чемпионата, по сути, первое место, ну, будем говорить, что оно второе, конечно, по очкам, да. Но первая команда, которая заняла первое место, она играет вне зачета, не проиграла ни одной игры. Ну, и состоит из профессиональных игроков, будем говорить так. Чисто ребята собрались поиграть хоть в каком-то чемпионате. Ну, а наши ребята, чисто местные воспитанники нашей хоккейной школы, студенты, сотрудники в НИЭФ, пожарной части и так далее, действительно защищают честь города. И очень приятно, что мы выходим в плей-офф с первого места. Это означает, что мы будем встречаться с последним, будем говорить, вот те, которые в большой кубок выходят. Это будет команда Старта Станшаева вновь и вновь, наши любимые соперники, да, с которыми мы играли в прошлом году в финале. Вот. По большому счету сейчас должен определиться график проведения плей-офф и даты и время. Поэтому следите за объявлениями, за нашими анонсами, ну, и все хоккейные матчи покажем у нас в социальных сетях, в эфире канала Саров-24, традиционно прямые трансляции прямо из Ледового дворца. Хотел тебя спросить, да, ты как раз комментировал и вел все трансляции нашей команды, игры, которые проходили в Ледовом дворце. Как оцениваешь уровень нашей команды и соперников, уровень вообще вот этого сезона? На самом деле прекрасно, я считаю, потому что если в прошлом сезоне были разговоры Саров и Старт из Станшаева, да, где действительно там мощные легионеры, которые как бы тащат у себя на плечах команду, то сейчас очень хорошо себя показывает Сеченова, вот, с их традиционными сеченовскими болельщиками, ну, это отдельный им привет и поддержка. Вот так надо болеть за свою команду. Ну, и надо отметить то, что в этом сезоне просто перевернулось с ног на голову боление в Сарове. Вот просто с ног на голову. Я очень благодарен всем тем людям, кто состоит в нашем болельщеском чате нашей команды, группы поддержки, да, там больше 40 человек, которые, это и родители, и различные люди, которым не безразличен хоккей в нашем городе. И они действительно просто поменяли стиль боления за нашу команду. Это различные активности в Ледовом дворце, это конкурсы, развлечения между, вот, ну, перерывы между матчами, это действительно привлечение, там, детей, студентов, вот, военнослужащих нашей военной части. И это прям всегда какой-то перформанс, какая-то изюминка, да, какие-то выступления, там, живая музыка и так далее. И действительно это классно. И люди потянулись на хоккей, стали больше его посещать, то есть даже по сравнению с прошлым сезоном, я скажу, что просто практически полный стадион, ну, практически каждая игра как финал. Вот, это в регулярном чемпионате, где там, ну, и торпеда, наверное, стоит отметить, из Лыскова, вот, которая заняла второе место. То есть команды, которые вышли сейчас в большой кубок, действительно готовы и наиболее сейчас сильны, и уровень очень хороший. Очень. И это здорово. Следите за игрой нашей команды в эфире канал 16, в эфире канала Саров 24. Ну, а с вами еще увидимся в эфире. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok